Крюши, 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 крюши. Супруги Самылкин и Константин и Вероника оставили городскую жизнь и переехали в сельскую местность, в деревню Хохлова, благодаря поросятам. Вычитали в интернете про уникальных свиней породы венгерская мангалица и привезли из Венгрии первых четырех поросят. Говорят, не ошиблись. И у них мясо получается, оно у них мраморное, богато аминокислотами и без холестерина. Венгерская мангалица отличается от обычных свиней теплой вьющейся шерстью. Издали, если не видеть пятачков, хрюшек можно принять за баранов. Кстати, их рацион на 80% состоит из сена и на 20% из комбикорма. Эти свиньи морозов не боятся и спят в гнездах. Сено бросаем прямо сюда, и свинки берут его, сколько им нужно, затаскивают в клетку себе, измельчают его, стараются, видимо, помельче, чтобы помягче было. И вот такие гнезда себе здесь устраивают. Константин и Вероника взяли мангалицу пять лет назад. Планировали вырастить большое стадо, но не могут, так как на поросят спрос. Их свинки живут как в Пермском крае, а именно в Оссе, Лысь, Весоликамске, Кунгуре, Перми, так и в далеких миллионниках. В Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Томске, Ханты-Мансийске. А все потому, что фермеры сохранили породу. Ушки должны быть все однотонные, все типички, копытцы, бедочек должны быть чисто черного цвета. Сейчас у Константина и Вероники стадо из сорока голов. Говорят, вот только отправят по поросенку в Горнозаводск и Крым и начнут увеличивать поголовье. Все необходимое для работы у них есть. Хорошо помог Краевой Минсельхоз, выделив крестьянско-фермерскому хозяйству полтора миллиона рублей. Денежка пошла на приобретение мини-трактора, на увеличение, на постройку клеток, на увеличение, на новое загорождение металлическое, чтобы поменять все деревянное. Потому что оно все равно не вечно, ломается, подгнивает столбы-то. Своим хозяевам помогает управляться со скотиной, как говорят на селе, кот Степан. Кот запрыгивает на шерстяного друга Борова-Борьку, усаживается поудобней и объезжает всю территорию. Шуба у Борьки теплая, Степану хорошо. Молодые фермеры говорят, в город не тянет, здесь настоящая жизнь.